Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру вторжения. Так, ну что же, у меня до второго уровня прокачался шаман, это круто. Так, давайте-ка в кузнице что-нибудь еще с вами закажем. Ага, друида можем, да, качнуть маленько, но я, наверное, вот этот вот окаменение, да, это глаз медузы. Двулик, владелец. Двулик встречался в бою с медузой, оба уцелели, но каждый потерял частичку себя. Окаменение, да, на 2 секунды. Так, на время обращается в камень случайного врага. Слушай, я думаю, что стоит, этот щит будет, наверное, хорош. Давай сделаем, сколько по времени? 10 с половиной часов, обалдеть. Кстати, друзья мои, как видите, у меня 1123 гема, нам остается еще сколько? 400 штучек, по-моему, да, и мы с вами сможем приобрести кого? Ну, естественно, Константина. Так, сколько он тут стоит, давай посмотрим. Полторы тысячи гемов. Ага, а гайка, а гайка, по-моему, ребята, покупается, да? Нет, смотри-ка, я могу прямо сейчас получить гепатию. А стоит ли она того? Ну-ка, 19,4, да, 166. 19,4, 166. Посмотрим, ребят, я хочу сравнить. Ага, Константин, получается, у нас будет покруче. Я, наверное, все-таки буду копить на него. Гайку мы потом с вами, если что, сможем приобрести. Так, заодно я хотел прокачать скиллы. Как понимаете, ребят, я копил себе, да, вот на этот вот стальной пропеллер, да? Ну, оказывается, что если мы даже получим с вами 1 очко опыта, нам нужно ждать до 11 уровня. А у меня всего лишь 8, поэтому давайте лучше прокачаем что-нибудь. Так, например, великую силу... Нет. Удар чака. А лучше всего, вот, дробовик с вами. А, тут 10 уровень нужен. Тогда, естественно, будем великую силу. Изучаем. Так, следующий у нас идет молний. Молний мы прокачиваем, наверное... Так, а у него нет очков, понятно? Только у Двулика. Так, шанс призвать фантомную копию. Вот это вот мы с вами и будем изучать. Да, шикарно. Ну что же, друзья мои, я думаю, нам пора отправляться дальше, да? На наши приключения, где мы с вами остановились. Так, я хочу еще, кстати, посмотреть, какие я с собой взял карты. Это точно. Без этого нам никуда. Так, по шмоткам тут все понятно у нас, да? А именно магические карты, которыми мы будем с вами бомбить врагов. Так, шмотки, карты, герои. Ёк-пок, я уже забыл, где у нас устанавливаются эти карты. Ладно, не имеет значения. Правильное питание. Чем дальше в лес, тем толще эти оборотни. Стоп, на чем они так отъелись? Других зверей они есть не будут, а зубы большие. Что стало с рыцарями? Ага, нам еще, ребята, достанется шаман, если мы с вами пройдем. Замечательно. Но что я могу тебе еще по этому поводу сказать? Ячейку. Ну, конечно же, конечно же. И вот только я, знаешь, думаю, кого мы будем с вами брать. Отлично. Давайте возьмем шамана, заодно посмотрим, насколько он хорош на втором уровне. Так, у него танец духов, который призывает тотем, наносящий урон врагам поблизости. Надеюсь, мы не прогадаем с вами. Сим Салабим, откройся. Сейчас откроется. Не волнуйся. Говорю тебе, все сходится? Эти оборотни с оружием рыцарей. Они их сожрали. Хм. Может, все не так плохо? Наверняка они питаются местной дичью. Как вы смеете нас оскорблять? Все мы строгие веганы. Строгие веганы они, а? Кстати, я забыл, знаете, что сделать? Я забыл молнией поставить посох. Он сейчас с древней палкой какой-то ходит. Ёлки ты палки. Ну что же. Ладно. У нас с вами две дорожки, да? Давайте начнем, пожалуй, с ниндзи. Да-да, родной. Будешь здесь. Второй ниндзи у нас появляется. Тут какой-то мостик. Наверное, мы... Подожди-ка, подожди-ка. Подрывничка, конечно же. Подрывник нам нужен. Сюда я поставлю, пожалуй, шамана. Хочу посмотреть, как он будет себя вести. И лучник нам нужен. Далее ставим друида. А здесь, как-то вот интересно, тут у нас почему-то два камушка. Давай на всякий случай я поставлю сюда ниндзю. А вот сюда... Хм. А сюда шамана. И вот сюда мы поставим, наверное, с вами тоже друида. Ну все. Все башенки практически занят, кроме вот этой одной. Давайте смотреть. Кто у нас тут будет. У меня телепорт, кролики суицидные и фаталити. Ну, вначале вроде неплохо, да? Все бомбим. Кстати, второй уровень у нас, ребята, зеркальный копий на двулика. Что там происходит? Я ничего не вижу, ребят. Ускоримся маленечко. Ускоримся маленечко. Ага, тихо. Невидимки идут. Но все равно я ускорюсь маленечко, ребят. Так, подрывника моего бомбанули. Это все вот эти вот лучники. Да-да, это именно они. Куда это вы разогнались-то, а? Партизаны. Дай-ка я на всякий случай сюда ниндзю еще одного поставлю. Что-то как-то не нравится мне все, как тут происходит. Давай-ка вот так вот прокачаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Стрелки делают, ребята, противное дело. Ну вот куда вот он идет? Ну вот куда вот он идет? Вот скажи мне, пожалуйста, на милость. Красавчик, бегом сюда. Красавчик, беги быстрее. Еле-еле бежит, ребята. Еле-еле он бежит. Но мы все-таки должны его увидеть, да. Все, шикарненько. Так, молнии, конечно, меня здесь подводят немножечко. Очень, ребят. Потому что посох я ему не поставил. Он вообще сейчас без оружия у меня на самом деле. А Энты не против, что вы едите растения. Действительно. Веган веганом, а Энты-то как же. Я не вижу, что там говорят они. Ну, что-то обсуждают. Так, у нас кто тут? Это мелкие мумии прут. Ладно, это все легкотня. Да, они не считают простые растения равными себе. Понятно. То есть только если мы будем друидов жрать, да, тогда они будут против. Давай прокачивать шамана. Без шаманов нам никак с вами. И лучничка желательно бы прокачать, потому что будет помощь Гендальфа, который будет лететь и сбрасывать нам монетки. Так, ниндзя, ты как там? Нормуль себя чувствуешь? Ну, вроде бы неплохо. Кстати, у нас все герои почему-то именно на этой линии. Надо вот сюда кого-то поставить. Опять стрелки. Опять стрелки. Вот они охламоны. Так, красавчик, ты главное не погибай у меня раньше времени. Погиб таки, а, все-таки. Ну, ладно. Телепорт я не буду пока применять. Не имеет смысла. Я думаю, и так справимся, да? Надо нам было вот сюда, наверное, побольше лучничков понатыкать. И все, тогда было бы у нас хорошо. Да, я думаю, и так справимся. Ну что, вызываем следующую волну. Сейчас немножко у меня только пох... А кто нас отравляет? Вы видели, у нас отравление было. Так, мой главный красавчик рисанулся. Вызываем следующую волну. Здесь их будет восемь. Ну и чудаки, напоминает моего пропавшего друга Йоргена. Хе, друид что-то заговорил. А это... А, это малыши-клопыши у нас тут. Он постоянно нес подобную чушь. Ох. Грибник появился тут. Ладно, грибник, так грибник. Нам, как говорится, ребят, не впервой их всех бомбить. Ёлки-то-палки. Я все улучшаю и улучшаю. А основную свою боевую единицу забыл про апать. А это кто? Конечно, конечно, подрывник. Ох, как шикарненько мы тут их разбираем. Как шикарненько. Мне просто нравится. На изи, ребятули. Так, вот стрелок бесит. Стрелок меня раздражает. Давай, ниндзя, разберись там с ними. Дрончик. Подбивает. Так, погоди-ка. А вот эти вот охламоны... А ну-ка обрат... Подожди. Обратно летите. Явились они. Не запылились. Как бы не так. Начните свой путь с самого начала. Минус один. Тут еще второй у нас. Так, подожди-ка. Давай-ка мы, наверное, нашего красавчика сюда переведем. Пускай он бомбит. А, подрывник начал взрывать свои хлопушки. Прокачка. Ну, давай-давай-давай-давай, молнии. Ты же должен его просветить. Вот он. Крыс подобный. Так, а это волки у нас. Прикинь, он быстренько разобрался с ниндзей. Очень быстро. Так, в наших интересах, друзья мои, ниндзю прапать. Так, друид. Без него тоже никак. Что такое, ребят? Ага, подбили. Все пока хорошо. Все по красоте. Вызываем следующую волну. Кстати, это будет четвертая, да? Ниндзя. Давай. Опять эти малыши-клопыши там бегут у нас. Хе-хе-хей. Но они легкие, согласись. Хотя в ближнем бою писали, что они сильные. Бомбардир наяривает. По чернаку бомбит. Я, кстати, шамана так, ребята, и попробовал. Даже не посмотрел, что он там делает у нас. Он выставляет тотемы, которые наносят урон в ближнем бою. Да? То есть ближайшим противникам. Так будет правильно сказано. 530 монет нужно. Дорогой, кстати, шаманчик. Дорогой. Где там кто что дерется? А, вот эти вот мумии, ребята. Вешают отравления на моих юнитов. Все, я теперь понял. Ну, вот шамана я пропал. Где твои тотемы, шаман? Я не вижу. Не вижу ни одного тотема. Говорили, что должны быть. Ладно, хорошо. Тут у нас атака небольшая. Ребят, давайте смотреть, что такое у нас фаталити. Показываю. Прикольный, да? Ульта, можно так ее назвать. Мы просто взяли с вами и скинули двух противников с нашей карты. Ну, и выглядело это очень довольно эпично. Так, ну что, волчара, позорный. Ты сейчас погибнешь. Изи. Так, оу, нифига, ребята. Неужели я прокачал своего ниндзю? Мародерство, три звезды. У ворота, три звезды. Многократный урон, почти три звезды. И внезапная атака. Одна звезда. 500 хп, 50 атаки. Нифига себе, имба. Прикинь, какой он ярцан. Я еще дальше могу его прокачивать. Вот это крутенько, что я тебе могу сказать по этому поводу. Имба? Так, надо нам 325 монет, для того, чтобы подрывник мой был в тонусе. В полной прокачке. Слушай, ну ниндзя вообще шикарно смотрится. А, как-то вам бомбочки мои нравятся. Слушай, ну вот здесь вот ниндзя бесполезен, потому что летучие мыши. А их только кто? Да-да, именно стрелки могут уничтожать. Так. Так, лучник, лучник. Летит мышь. Не спать. Друид нам тоже немножко помогает. В общем, все хорошо. Под контролем. Идут. Смотри, как ниндзя там лупит. Вообще обалденный чувак. Ха-ха. И денежку заодно тырит. Круто? Круто. Так, давай прокачаем подрывника по полной программе. Оу, это эти. Как их величать-то я уже забыл. Ну, короче, гиганты. Сейчас мы натерпимся от них. Сейчас мы натерпимся от них. Ну, дальше я подрывника не могу прокачивать. Сами понимаете, да? А вот шамана стоит. Так. Пол хп отняли уже. Мы можем с вами, ребята, сделать фаталити. Ха-ха-ха. Имба. Согласись. Так. Друид. Ты заждался, я вижу. Дождался моей суперской прокачки. Ну что, вызвать следующую волну надо. И это будет у нас шестая. То есть еще две волны, да, впереди. И вот снаряд летит. Так, энты пошли. Друзья мои, пошли энты. Нарушителем. Что-то морет. Энд, непонятно чего. Мне тут домой захотелось. Ааа, страшно. Чего они испугались-то вдруг? У нас все под контролем. Смотри. Не волнуйтесь, они шутят. Энты мясо только, чё? Только в сказках едят. Ну, действительно, энты мясо не едят, потому что они, ну, корешки там какие-нибудь могут максимально поесть. Так, здесь у нас мелкие аборигены, которые лопаются просто как эти, как шарики надувные на месте. Шаман прокачанный, да? Прокачан. Лучник прокачанный у меня. Вот этот ниндзя. Ух! Имба. Слушай, ну смотри, энты вообще тут ни о чём. Мы их просто расчекрыживаем. Мой ниндзя где? Где погиб? Наверняка погиб. Один он бы здесь не справился с такой кучей врагов. Да ладно тебе, хорош. Смотри, что происходит, ребят. Ещё вышли два амбала. У нас есть... Нету у нас ничего. Тихо, 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 роднули. Мышки успокоились. Не пролетите вы далеко. Опа, а что он там делает? А-а-а, так это вот этот чувак, маленький с топориком, превращается вот в этого волка. То есть это оборотень. Понял я теперь, понял. Всё, спасибо. Будем, как говорится, знать. На хлопочек только голова отлетела. Давайте кроликов, наверное, с вами применим здесь. Так, друид у нас одуплился. Что тебе не нравится? Что ты там журчишь, урчишь? Ниндзя, прокачивайся. Что-то они вообще ничего не могут делать. Смотрите, просто стоят. Тупят, может быть, мы их станем. Ну что, друзья. Предпоследняя волна у нас выходит. И этот сразу же выпускает снаряд подрывник. Это, конечно, круто. Очень круто. Ничего не могу сказать. Но, ниндзя, согласись, красота. Один справляется вот с этими отрядами. Невидимок. Хе-хей. Так, что у нас тут? Я так понимаю, ребята, у нас всё прокачано, кроме вот этого друида. И вот этого ниндзя. Ну что же. Естественно, докачаем сейчас. Шамана трогать я не буду. Не имеет смысла. Так, тут прекрасно всё. Подожди, а почему я этого друида не могу прокачать? Потому что он уже по фулке. Да? Да. Так, да. И тут тоже по фулке. Хм. Ты понял? Вот эти вот охламоны, ребята, мелкие с топориками, они превращаются вот этих вот в ловков. Потому что это оборотни. Я понял. Не надо мне никакой перезарядки. Я экономлю. На гемах. Без гем. Кстати, а почему лучник у меня не призывает этого? Гендальфа. Который летает и скидывает деньги. Где он? Я тебя спрашиваю. Забыл, наверное, уснул там, да? Опа, шаман. Прокачался. Вот, вызвал. Только, ребята, сказал его. Смотрите, летит. Оп, сбрасывает нам подачки. Хе-хе. Давай, 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 давай. Разбираемся здесь. Успеет превратиться или нет? Как думаешь? Наверное, не успеет. Да. Забомбили мы его. Ну и мышь летучей тоже. Так, опять две у нас гориллы здесь идут. Слушай, а мы подрывника можем с вами? Нет. Сюда вот не хватает чуть-чуть, да? Ага. У меня, оказывается, главный персонаж был погибший. Ну, теперь-то он на ногах. Эх, ниндзю я больше не могу прокачать. Шамана тоже. Этого ниндзю тоже. Ну что, все прокачаны, кроме... Ага, вот здесь вот. Все. Теперь, ребята, я, наверное, ускоряюсь. А почему ускоряюсь? Потому что, ну, все прокачаны. И я думаю, что мы тут всех просто порвем. На последнем-то этапе. Ну, на худой конец я могу применить телепорт или суицидных кроликов. Ты посмотри, как тут все происходит. Чекамбэк. По-другому и не скажешь. Ха-ха. Ладно, замедлимся. Так, интереснее наблюдать. Ну-ну-ну-ну-ну. Валим-валим-валим. Снаряд тут такой круг почета делает. Для чего, я не понимаю. Мог бы сразу так... И напрямую бомбануть. Вон-вон, превращается. Видите? Вот он таким становится. Двулика мне подбили. Когда это они посмели? Когда это они умудрились его подбить? Кто мне скажет? Друзья мои. Я бы, если честно, еще поставил бы сюда пару башенок. Но нет у меня свободных ячеек для этого дела. Ох, как бомбардир там шикарно бомбит. Как бомбочки свои там разбрасывает. Они потом взрываются. И вражины вот так вот падают. Двулик рисанулся. Сейчас будет мстить. Поверьте мне. Что там за труба прозвенела сейчас только что? Ну, лесничий, иди отсюда. Вон, у одного уже голова отлетела. Сейчас и у тебя отлетит. Пум. Хе-хе. Это потому, что мой главный герой дал ему пинка, и он упал. Ну, ниндзя. Тыдыч снарядом прям в зубы ему. Так, невидимки идут. Очень много, ребят, невидимок. Здесь герои только могут их, как говорится, раскрыть. Башенки не раскрывают. Смотри, опять превращается. Слушай, мне надоело на это все любоваться. Давай вот так вот сделаем. Слабенький, конечно, уже урон дают вот эти вот кролики суицидные. Ну, у нас есть, если что, еще один портал. Можем откинуть их обратно. Только вот мышек можно подбить, чтобы они не пролетели здесь. Блин, как жалко. Столько денег, и не могу ни на что потратить. Обидно. Просто обидно. Ну-ка. Абсолютно все башни прокачаны. Жаль. Очень-очень жаль. Ну, последний охламал. Сейчас мы его добьем. Интересно, кто здесь будет босс, а? Как вы думаете? Ну что... А, он еще и валун бросает. Дув-дув. Ну все, тебе хана, парень. Тебе хана. Добиваем. Теперь мне даже немного жалко обидеть этих пушистиков. Ты прониклась их идеями о любви к природе? Не, такое не по мне. Я за батл позитив. Поруби ближних такими, какие они есть. Ха-ха-ха-ха. Батл позитив. Нормуль, сказала. Ну что ж, друзья мои, мы прошли. Мы с вами получаем карточку на шамана. Упс. Уровень получил мой главный персонаж. И также получает уровень у нас двулик. Вот она карточка шамана. 10 гемов. Позже, позже. И топорик. Хм. Шаман это, конечно, хорошо. Но вот если бы еще была бы одна карточка, да? Мы могли бы с вами... Что это такое? Бустер мага природы. Смотри, ребята, как он выглядит на, наверное, фулл прокачки. Слушай, мне нравится. Прикольно. Хотелось бы, конечно, получить. Так, ну что? Во-первых, я забыл молнией поставить посох. Видите? А я прокачивал ему вот это. До третьего уровня. Это исцеление. Пускай стоит, господи. И питомцы. Где, ребята, питомцы? Ни одного пока еще не выпадало мне. Так, колечко. Подожди, а мы что-нибудь можем ему поставить? Я же вот прокачивал у вороты. Ну, в принципе, да. Для двулика у вороты нормуль. Он же у нас дерется? Дерется. Так, у молнии стоит подвеска на заморозку. А здесь у нас на ауроотваге. Ну, в принципе, нормуль. Все. По крайней мере, они все одеты. Чувствуют себя прекрасно. Давай поднимем теперь. Так, какой тут девятый уровень, да? Ну, давай вот эту вот великую силу прокачаем. Так, двулики, у тебя что? Давай вот эту вот. Фантомные копии. Мне кажется, это круто, ребят. Можно поднять уровень за 680 геймов. Я не хочу их тратить, потому что мы с вами их копим. Мы куда-то с вами приближаемся. Так, тут уже портал какой-то идет. Хм. Заманчиво. Очень заманчиво. 10 часов осталось ждать, пока у нас сделается карта. Кузница у меня, ребята, практически никогда не простает. Все время что-то там кипит, брулит, все крафтится. Ну что, поехали? Любовь повсюду. Здесь так красиво. Я перестаю дышать, и сердце колотится так быстро. Хочется петь и танцевать. Хочется. А вот ты. Ты сегодня просто супер. Да-да, я говорю про тебя. Симпатяшка. Хм. 6 гемов, энергия и какая-то, ребята, карта неизвестная. И, судя по всему, у нас здесь будет 2 дорожки, которые мы должны будем защищать. И давайте приступать. Ну что же, я беру, наверное, опять же, шамана. Да, наверное, так и сделаем. Да начнется бойня, это уж точно. Эм, глянь, какое чудесное место. Давай расположимся здесь. Действительно отличное место для обороны. Ты нанимай воинов, а я в разведку. Да? Что со мной не так-то? С тобой все так. Молнии, давай, наверное, вот сюда вот тебя поставим. Посередочки. Красавчик пойдет вот сюда. Ну, адвлик вот сюда. Опять же, здесь будет у нас 8 волн. Хм. И здесь, мне кажется, будут друиды. Наверное, много. Так, ниндзя. Сюда поставим, наверное, лучника. Хотя зря, наверное. Так, подрывник у нас будет стоять вот здесь. Вот сюда его поближе переместим. Так, хорошо. Хм. Что-то тут слишком много башенок можно делать. Мне это не нравится, если честно. Наверняка будут летающие юниты, поэтому нам нужно поставить с вами друида. А сюда я поставлю шамана. Так, они будут вдвоем здесь стоять. Ну что, давай, наверное, проверим для начала. Кто тут у нас? Что за враги? Так. Ну, так и есть, ребята. Энты выходят. Друиды, энты. Ну, на самом деле, это энты. Друиды совсем другие. Друиды это вот мои ребятушки. Так, дуулик. Давай-ка вот сюда встанешь. Так, сюда нам надо поставить кого? А давай еще одного подрывничка поставим, а? Я думаю, что они тут будут неплохо отжигать. Давай, родной. Минус один энт. Так, ну не зря, по-моему, здесь дали очень много, ребята, для построек башенок. Потому что врагов идет приличное количество. Смотри сам. О, мол, не зря стоит тут у нас. Погоди, погоди. Я же думал, он так сейчас и пройдет в инвизе. Нет, мы его раскрыли. Да хорош там пинаться. Так, а почему мой красавчик просто стоит без действия? Давай-ка сюда мы, наверное, поставим ниндзю. Вот этого мы прокачаем с вами. Так, по красоте. И можно, наверное, чуть-чуть ускориться, да? Поехали. Посмотрим, сможем ли мы с вами первую волну на ускорении пройти. Так, два энта. Три энта. Ну, уже два. Так, и прокачать надо подрывников. Обоих причем. И с этой стороны, и с этой. И тогда все будет тип-топ. Смотри, смотри, сейчас ниндзю, наверное, подобьют. Нет, выжил. Красавец. Следующая волна. Да, обычно ты такой. А, всем конец. А сегодня приуныл. Да, тут такое. В общем, мужики, как привлечь внимание девушки? Ээээ. А как это у вас обычно делают? Ну, а ты находишь ее в сети и ставишь где-нибудь лайк? Что за чушь? Это основа заклинания? Как вам не стыдно, молодой человек? Эльфийка там говорит. А что здесь стыдно? Ну, действительно, понравилась девушка. Почему бы ее не лайкнуть? В конце-то концов. Я ничего в этом плохого не вижу. Так, у нас ускорение. Я думаю, что так быстро все идет? Надо его, конечно же, отключать. Так, лучник идет. Твою же налево, а? Ты хорош в бомбить, в красавчика. Лукарь, успокойся, пожалуйста. Сейчас будет по ниндзе, да? Ай-яй-яй. Ниндзя, накажи. На изи справляется просто-напросто. Так, а мумии, как обычно, травят. Но это зря они все сделали, потому что лишились голов своих. Хе-хе. Причем так быстро и легко. Все, что ли? Это и была волна? Или еще кто-то пойдет? Мумия. Готова. Вызываем тогда следующее. Третье. А еще есть идеи? Вы совсем разучились ухаживать. Нужно показать, что ты самый сильный и умный. Ищешь самого здорового самца и разрываешь ему лицо на две части. А его мозг одеваешь себе на голову. Чушь. И это гарантированно привлечет ее внимание. Глаза по пять копеек такие. Ничего себе подал идею. Как привлечь девушку. Так, малыши-клопыши бегут. А ну-ка, ниндзя. Нам нужна фулл прокачка для ниндзи. Фулл прокачка, чтобы он был красным, яростным и беспощадным. Так, а ты... А, ребята, это же вот этот малыш-клопыш, да, превращается вот в этого Хонорика. Ё-моё. Короче, у них тут трансформации у всех начались. Так, надо вот этих-то тоже не забывать прокачивать. Друид у меня здесь стоит, да? Одинокий. Да и шаман тоже загрустил. Ну, что там у нас? Почему-то вот с этой стороны поменьше врагов идет. А нет, вон, явились, не запылились. Видел? Он поиграл на флейте и превратился вот в этого вот лесника. Ну, ниндзя, давай, не подведи. Да ну нафиг, подрывник все делает за этого ниндзю. Бомбит. Прокачиваем. И вот этого нам нужно тоже прокачать. Тут у нас неплохая такая, да, ребят? Засадочка стоит для этих охламонов. Они думают, что смогут пройти, но я сомневаюсь, что у них получится. Так, оборотень идет. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, погоди-ка, погоди-ка. Что-то тут как-то слишком много восстановится. Давай-ка вот так вот сделаем. Отличная фаталити, мне понравилась. Телепорт я пока не буду применять. А вот бомбардира прокачаю. Бомбардир, подрывник. Ребят, какая разница? Вы поняли все. А почему вот молнии у меня не применяет исцеление? Кто-нибудь скажет, а? У него же как бы вот эта вот книжечка, да? Это его магическая атака. А посох, он работает как на исцеление. Но почему он не лечит? Или я просто не замечаю этого? Оборотень, ну, все, сдулся. Четвертая волна. О, Энт тут что-то выпендриться решил. Послушай, прежде всего ты должен уважать ее, мудро. Слушай, что она говорит, считайся с ее потребностями. Будь внимателен и заботлив, цени не только ее внешность, но и личность. Смотри-ка, а Энт-то оказывается мудрен. Ого, не ожидал такого от вас услышать. Ха, ты только послушай эти деревяшки. Уважать. Ага, еще скажите, что женщинам голосовать можно. Говорят, совсем как тот чудак. Йоргин. Кто такой Йоргин, а? И, кстати, что это за рыцарь у нас такой? Почему он тут появляется? Почему его я не вижу на карте боя? Этого рыцаря, который там... Ну, ниндзя. Ниндзя, как всегда, дождался того момента, когда они превратятся вот в этих вот громозек. Но тут справились мы, причем довольно хорошо. Так, вышли отсюда уже противники. Видите, да? Кстати, я совсем забыл про нашу лучницу. С ее помощью призывать Гендальфа с его золотишком. Нормуль. Так, мумия упала. Слушай, а тут как-то у нас очень слабо идут деньги. Ну, давай вот этого нахлобуч. Пока он не превратился. Не успею, да, скорее всего? Если мой красавчик, конечно, не подсобит. Ааа, не успел. Не успел, к сожалению. Тихонько. Мне не нравится. Вот это мне... Куда побежал-то? Иди туда, говорю. Это не для тебя была команда. Это была команда для друида. Так, слушай, мне нужно применять фаталити. Нормуль. Так, подрывник. Наверное, тебе надо вот сюда все-таки перейти. И прокачиваем его. Is bombs for you? Да-да, is bombs for you. Кто дерется, я не слышу. Кто-то где-то мечами звенит, но я не вижу никаких драк. Ладно, вызываем. Так, следующая волна у нас вот из каких противников состоит. Ерунда. Поехали. Ну. Идут. Слушай, ниндзя, давай мы тебя немножко вот сюда все-таки передвинем. Чтоб ты их сразу нахлобучивал. Пока они не превратились. Так будет лучше, согласись. Нет, они все-таки успевают. А этот, может быть, не успеет, кстати, смотрите. Хоп, хоп, не успел. Так, мыши летучие. Так, у нас есть, да, у нас тут стрелок, здесь друид. Не должны они прилететь. Эй! Эй-эй-эй-эй-эй, тихо-тихо-тихо-тихо, ребята. Ну, друид, не подведи. Шамана я тебе сюда поставлю на всякий случай, чтобы подстраховал тебя, если что. Кто там у нас отдуплился? Ага, понял. Я даже не знаю, это крысы или... Кто, кто это такие вообще? Что это за твари такие, а? Несносные. Жжжж, снаряды только летят. Они мне, кстати, кое-что напоминают эти снаряды. Не буду говорить. Надеюсь, многие поняли, что. Так, ну, мумии здесь вообще слабенькие. И вот я сейчас увидел, как молнии немножко подхилял нашего ниндзю. Совсем чуть-чуть. Что это за фриз такой, ребята? Что это за... Фризы пошли. Вы видели только что, да? Снаряд так летел еле-еле потихоньку-потихоньку. Нет-нет-нет-нет-нет. Фатал... Нет, фаталити у меня нету. Тогда кролики. Давай вот сюда запустим их. Там очень много мумий. Ох, четенько. Так, ну что, денег у нас хватает, поэтому я буду прокачивать... Понятно. А здесь? Тоже все понятно. В общем, подрывники у меня по фулочке. Пропались? Прокачиваем нашего лучника. И друида. Вот так-то будет другой разговор. Ну? Все, следующую волну вызываем. Шестая. Ну, я готов. Так, пошли энты. Смотрите, а снаряд, ребята, все равно по нему бомбит. Даже если он в невидимости. Это хорошо. Прокачать. Давай, ниндзя. Он до сих пор еще не красный. Ну-ну-ну-ну-ну, давай этого уборни, пока он... Блин, он взял просто ниндзя, голову срубил. Ты понял? И начинает превращение свое. Ну, давай, Двулик, покажи. У тебя довольно неплохой топорик. Я ему тут специально, ребят, такой надел. Который, если я не ошибаюсь, вешает кровотечение. То есть постепенный урон. Назовем это так. Так, энтушки появились. Давай. Слушай, надо ниндзь... Эй! Ну, Друля, не подведи. Хорошо. Тут у нас еще и шаман есть на прикрытии. Вообще шикарно. Он так же, кстати, как и молнией бомбит какой-то молнией. Ну, наверное, слабенькой, но все-таки. Так, бомбардир, ты будешь там у нас? Вот, бомбочки пошли. Опять эти здоровые громозеки пошли. Тем более с двух сторон. Я испугался и пошел обратно. Хе-хе-хе-хе. Выпендрился. Вот, ниндзя. Мощнявый, ребята, красный. Наконец-то Гендальф прилетел. Подкинул нам маленько денег. Ну, совсем чуть-чуть. Нет-нет, волчар, ты не пройдешь. Тут у меня два героя. Тут и молнии, и двулик. Куда тебе? До него. Так, сейчас мы с этим разбираемся и будем призывать уже предпоследнюю волну с вами. Минус. Так, шаман. Прокачка. Обожаю, когда есть деньги и куда их потратить. Вот этого нам нужно с вами, друида, будет еще нашего прокачать, да? Чтобы у него тоже появилась панда. Ну. Бомбим. Есть. Предпоследняя волна у нас. Слушай, мне кажется, что скоро будет босс. Видите, тут какой-то лунный тотем. Я не знаю, как это назвать. Может быть, он отсюда выйдет. Прикинь, отсюда выйдет босс. Все, мы такие, как говорится, в неизвестности с вами. Может быть, тут все надо было по-другому расставлять. Приоритеты по юнитам. Так, вот этого ниндзю надо нам прокачать. О, совсем другое дело. Ну что ты, оборотень. Получил свое. Дострелялся, допулялся. Кстати, вот в этой игре нет уровня сложности. Вот самое интересное. То есть, только одна сложность. Если только переигрывать предыдущие миссии. Я вот, кстати, не пробовал. Меняется ли там. Так, этого ниндзю я тоже прокачаю. Так, оборотень. Надеюсь, не успеет превратиться. Нет, не успел. Мы его раскромсали. Опа, опа. Ты смотри, что происходит. Эй, 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 эй. Нет, 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 нет. Блин, у меня нету этого фаталити. Мы можем так вот сделать. Кстати, вы заметили, да? На втором уровне прокачки телепорта мы их откидываем намного дальше, чем это было в начале. Когда у нас первого уровня был этот скилл. И это круто. Так, друид. О, теперь скилл. Совсем другое дело. С этим, я думаю, мы охламоном разберемся. А вот сюда я, наверное, поставлю еще одного ниндзю. Для прикрытия. Так, летучие мыши летят. Ну-ка, давай прокачаем. Друид. Все, молодец, красавчик. Забомбил мышей. Прокачиваем нашего ниндзю. Здесь на изи. Так, ниндзя, смотрите, там, ребята, яростно борется. Ну, я его еще и докачаю маленько. Дрон. Вообще никакой атаки не наносит практически. А этот только знай, волны разбрасывает. Ну что, готовимся, ребята, к последней волне. Финальная. Так, и у нас опять энты. Кстати, вы заметили, что перезарядка скилла у нашего Дуулика, да, именно вот это вот, зеркальные копии. Фантомный, зеркальный, слишком долго идет. Ну, если он прописывает, то, конечно же, вообще на имбу. Всех шинкует. Ай, по красоте. Видите вот эти вот сердечки, когда появляются над нашим юнитом? Это означает, что именно наш молний врубает силу посоха на исцеление. Вот так вот. Так, тут слишком много вас, охламоны. Давай, дрончик. Подпилил маленько. Опа! Мне только что убили Дуулика. Видели? Голова подлетела выше крыши. Так, ниндзя, давай. Пофулки прокачали моего. Так, ну я думаю, что Друид здесь, наверное, разберется, да. Если не разберется, то вот этот ниндзя должен подсобить. Кролики суицидные бегут. Так, ну, оборотень, падай уже. Все пока хорошо у нас идет. Так, ниндзя. Ты видишь, что там превращаются охламоны? Стой ты вот здесь, в конце-то концом. Отлично, бомбим. Этот не успеет. Или успеет? Успеет превратиться или нет? Нет, мы его разбомбили. Хе-хе. Так, секунду. Секунду. Ты куда разогнался? М? Я тебя спрашиваю. Так, а здесь еще двое идут. Подрывник знает свое дело. Он бомбит там гранаты, снаряды. И, как видите, ни у кого шансов даже нету пройти здесь. Опять эти в невидимости. О, мой ниндзя побежал. Сразу начинает наяривать. Слушай, ну, ты представляешь, если сделать ему вообще прокачку по фулке? Я не знаю, сколько нужно здесь звезд ему дать. Пять, шесть, семь. Ну, я представляю, насколько он будет крут. Ой-ой-ой, а вот это, кстати, очень опасно уже на самом деле, потому что... Неужели справились? Молодцы. Я думал уже нашего красавчика сюда подводить. Так, мышки летучие. Друид, не спать. Вон шаман там наяривает. Нормуль. Так, я думаю, что вот этот, наверное, последний. Ага, последний, конечно. Ну, вот эти два последних. Где ниндзя? Я не вижу ниндзи. Его, как всегда, подбили, да? Воскресить. Давай воскресим. Ну? Ниндзя не даст ему пройти. Я тебе точно говорю. Ну, как дела? На фронте? Ну, смотря на каком. Послушай, может, мы с тобой... О, ты тоже этого хочешь? Пойми, я не могу довериться, кому попало. Ну, я не кто попало. Кажется, ты действительно тот самый маг из легенд. Думаю, ты можешь в следующий раз пойти со мной в разведку. Ну, я... Хотя, забей. В разведку. А я бы пошел бы с ней в разведочку. Ну что, друзья, мы прошли с вами этот уровень на три звезды. Ни одного противника мы не пропустили. И получаем по три звездочки. Шикарно. Так. Слушай, до 11 уровня прокачать... Ммм, получили какую-то ерунду лук. Этих луков у меня... Хоть я не знаю, чем жуй. Их просто много. Так, и куда же мы с вами перемещаемся? Сюда. Все глубже в чащу леса. И неужели мы вот так вот с вами сюда вот выйдем? Да нет, вряд ли. Хотя, кто его знает. Ну что, дорогие друзья. Наверное, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся в следующей серии. И продолжим играть во вторжение. Так что, всем пока. И до скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!